Эта квартира Сталинка в центре Мариуполя уже более двух лет захвачена оккупантами. В феврале 2022 года мы потеряли все имущество. Она пряталась в подвале соседнего дома. Уцелевшее жилье мариупольцев российские оккупанты стали отжимать почти сразу. Насколько нам известно, сейчас эти дома оккупанты отремонтировали. Видимо, готовят к продаже кому-то из новых. Кого они там собираются заселять, я не знаю. Таких историй, как у Дмитрия, не перечесть. Россияне вместе с коллаборантами планомерно проводят так называемую национализацию жилья всех, кто выехал со временно оккупированных территорий. И оккупанты анонсировали национализацию, начали обходить их так называемые рабочие группы, начали обходить кварталами, районами, жилья, людей. На предмет того, кто где проживает, где местные квартиры. И это все учитывается. Соответственно, они сейчас ведут, как бы сказать, списочек. В Бердянске оккупанты с 1 июля повысили тарифы на воду. А вот платить за коммуналку обязательно должен лично собственник жилья. Анонсировали то, что, например, за воду можно будет платить исключительно лично. Там тетрадь, тетя очень жесткая сидит над этой тетрадью и ищет предварительные записи, где ты был, чтобы сверить показания и чтобы насчитать соответственно. Там Советский Союз в этом направлении. Подобная ситуация и на оккупированных территориях Херсонской области. Они таким образом действительно проводят инвентаризацию имущества. Уже системно, в масштабе 100%. Как они планы себе поставили того, что остается сейчас на местных оккупированных территориях. Это уже они оформляют в правовом поле Российской Федерации. Ну, то есть совсем другой уровень. Да, безусловно, там большое количество имущества именно в селах. В первую очередь в эти списки попало имущество, где люди уехали. В разрушенном два года назад Мариуполе сейчас оккупационные власти насчитали свыше тысяч единиц жилья. Того, которое они планируют передать новоприбывшим россиянам. Нам уже известно, что выдано 233 ордера на квартиры, которые были признаны бесхвозными. Ордера, выданные гражданам России, они будут туда заселяться. Действительно, стоит задача до 1 ноября это завершить. В течение ноября поставить точку на этом. В принципе, отобрать все. Стоит отметить, что никакой юридической силы эта так называемая национализация не имеет. И если имущество захватили оккупанты, правозащитники советуют пострадавшим максимально документировать это преступление и подавать заявление в соответствующие органы Украины. Надо собирать как можно больше разных подтверждений и показаний. Если информация об экспроприации появилась или признали имущество бесхозным, как говорит оккупационная администрация, вся эта информация появится на оккупационных веб-сайтах. Это нужно заскринить. Также свидетельства соседей. Шантаж россиян в вопросе имущества украинцев имеет целью навязывания российского гражданства и носит исключительно пропагандистскую цель. Так полагают в Центре национального сопротивления. Это все для того, чтобы больше этих людей писали любые заявления, документы на получение паспорта, на получение любого добра, на получение имущества в так называемых российских законах. Для того, чтобы сделать эту визуализацию добровольного присоединения. Несмотря на все угрозы, есть и такие, кто возвращается жить на временно оккупированной территории, чтобы сохранить за собой собственное жилье. Потому что внутренне перемещенные лица, скорее всего, процентов 95, покинувших оккупированную территорию, не имеют никакой недвижимости. Правозащитники видят в этом тревожную тенденцию, которая уже отмечалась в 2016 году. За время АТО некоторые украинцы, сперва выехав из оккупированных частей Донецкой области, позднее вернулись в свои дома. Ты себе думаешь, а вдруг произойдет так, что я вернусь? Для них обычно очень важно, чтобы их имущество на оккупированных территориях не было потеряно. Специалисты подчеркивают, что единственный для украинцев надежный способ навсегда вернуть собственные дома – это полная деоккупация территории страны от российских захватчиков.